Всем привет, дорогие друзья! Кадры, которые вы увидите сейчас, получаю буквально в режиме реального времени из Хабаровска, поэтому... Ну, просто не могу себе позволить, да, нет времени, простите за тавтологию, для того, чтобы как следует обработать это видео, написать какой-то сценарий, доехать до студии и так далее. То, чего мы, собственно, и боялись, в Хабаровске начался откровенный беспредел. Вот только что, повторюсь, мне шлют видео, прислали уже видео, которое вы увидите чуть дальше, где задержали во время митингов двоих человек, они якобы что-то выкрикивали в рупор. Причем там так все достаточно интересно. Во-первых, с задержанием руководил какой-то человек в штатском, который никому не представился, который никому не показывает никаких документов, причем люди просят. Вы, типа, объясните, кто вы есть, на каком основании вы тут действуете. В ситуацию вмешивается мой коллега Евгений Анисимов, который также точно находится при исполнении своих служебных обязанностей. Женя говорит, представляется. Я, говорит, журналист, теперь просто жду от вас чего-то, какой-то конкретики. Кто вы? Покажите документы, желательно в камеру. Ну, человек постоянно отворачивается, уворачивается, все время говорит с кем-то по телефону. Ну, вот предлагаю на все это безобразие посмотреть. А что значит разберемся? Почему не в форме? Какая разница? Бегил удостоверение, но сейчас не хочет предъявлять. Я предъявил вам дополнительное ознакомление. А что на удостоверение было написано? Итак, удостоверение на камеру предъявите, пожалуйста. Народ должен сдать. Да, предъявите, пожалуйста. С нами общались, предъявите закон о полиции, соблюдайте предъявление удостоверение. Я предъявил гражданину дополнительное ознакомление. Вас просят, люди, я грампе. Я к вам обращаюсь, будьте добры, представьте. Господа, здесь еще второй сотрудник. Пожалуйста, вот их. Кто обращается? Вот второй сотрудник. Я обращаюсь. Анисимов Евгений Владимирович, гражданин Российской Федерации. Вас как зовут? Документ можно? Ваш документ можно сочетать? Да, без проблем. Пожалуйста, покажите. Сейчас мы отойдем, да, я покажу вам. Что значит отойдем? Вы... Надо, не давите, не давите. Да, никто не давит. Никто не давит. Почему вы вообще прицепились к молодому человеку? Что значит прицепились? Ну, он скажет, почему? Ну, вот он шел, шел, и что вы его... Что у него не так? Вы следили за ним? Вы следили за ним, да? Мы только прицепились. Он шел за нас, он шел за нами. Не буду реаборировать вашу локацию. Вы за нами следили. Потому что мы только пришли в токси. Да, не поразили. Пожалуйста, а за что... Вам сказали, какое административное право нарушение вы совершили? Что мы наоборот? Скажите. Ну, это обман. Вас как зовут? А-а-а... Нет, ну вы скажите нам, за что вы... Я не буду никому ничего говорить. Я просто гражданину объяснил. Мы не знаем. Вы на форму, во-первых. Гражданин ваш, вот сейчас, кого вы протекционируете. Никого. И защищаете, я вам объясняю. Я показал ему до полного ознакомления. Ну и что, вы идете? Ну, он запомнил фамилии не острова. Да-а-а-а... Не выворачивайте, пожалуйста. Что вы... А ну, что вы... В данный момент вы доходите в Берсуаре. Мы осуществляем события, которые... Вы осуществляете однобока события. Чтобы не было однобока, пожалуйста, говорите. Мы вам слово даем. Мы вам слово даем. Ну, правильно, СЦПМ кто-то звонит. Нужно, чтобы героев знали. Если он хулиган, давайте его накажем. Не надо, не надо. Если хулиган... Не надо. Пусть истали. Я его видел, как бы, не вряду шел. Я говорю, я говорю. Пусть истает пикапот. Если он задерживает, пусть истает пикапот. Так, а где вторуюся, чтобы знали? Надо им пикапот. Нас вытащили с такси. А, вас вытащили с такси. Вот, иди вон. Заплатили с такси. Вообще, нам нужно... Расчетте, 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 расчетте. Они сказали просто, что не поедет. То есть вы сели в такси, вы думаете, такси вас вытащили с такси, да? Да, незатонно. Вот, вы говорите, мы однобока событий. Раз это так было, расскажите, как вам начальник говорит с вами, чем-нибудь. Вот, вы не печите мне вуру вообще, хорошо? Громко разговаривали. Да, и бухом не ворю. А вот профессиональный журналист, он... Вот, я представился, подошел к гражданам, попросил их выйти с автомобиля, они вышли. Я им объяснил. А, вы на основании, вы даже не в форме. На основании федерального закона о полиции. Вы какого мужчина? Вы показали документы? Ну, когда есть что-то скрывать и прикрываться за полицию, какая вам вера? Нет, ну, когда вы оставались, мы должны вам верить. А у вас полиции обязательно должны быть в форме? А вы в гражданстве? Ну, я придется представить. Документы, вручатку исполнения, нахуй, если бы не руководить. Документы показывали... А вы видите, вы видите камеру свою? Ваше уведомление, вы видите документы в развернутом виде, чтобы я успел прочитать. А, покажите на камеру, назовите свой номер, полиции. Журналист вас просил, вы сейчас выгонены в форме при задержании. При задержании, обязаны быть в форме. Вы читаете закон, как вы говорите. Но если документы не показывают, тогда получается, вообще не... Тогда это недействительно. Вообще, ну, ну, кто? Ваш журналист спросил, вы сейчас при исполнении? Да, я при исполнении. Где форма? Правовой статус этих двух человек, правовой статус этих двух человек сейчас проходит. Административно задержанные граждане? Они как бы задержаны. Протокол составляется по прибытию в отдел полиции. Сколько вам еще раз повторять? Не надо мне глупых вопросов задавать. Если вы и респондентцы не разбираетесь, один и тот же вопрос я вам повторять не собираюсь. Кстати, вот здесь не могу не вмешаться, потому что вот этот человек в штатском, да, мы не знаем, кто это, мягко говоря, лукавит. Когда говорит, что протокол должен быть составом, мы его составим, когда доставим человека в отделение полиции. Да нет, дорогие мои. Те, кто читали административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, они прекрасно знают, да, что протокол о правонарушении составляется непосредственно на месте. Причем в присутствии двух понятых. Как минимум двух понятых, которые могут подтвердить или опровергнуть. Само событие правонарушения, имело оно место или не имело, которых могут затем в том числе вызвать в суд для дачи каких-то показаний, что, значит, сцапали человека, увезли, а где они понятых будут брать. Кто докажет, что это административное правонарушение действительно имело место. И второй момент. Вот он говорит, если еще про доставление, если еще про задержание, то тут, наверное, стоит и говориться о том, что... Тогда еще два протокола должны быть. Протокол о доставлении, протокол о задержании. То есть, итого три протокола. Человек явно врет, потому что надеется на юридическую безграмотность всех этих людей. На каком узнавании? Вы кто? Молодой человек. Покажите, вы кто? Молодой человек. Удостоверение, пожалуйста. Предъявите. Чтобы все знали. Да, вот. Развучить. Вот все. Когда удостоверение... Да, вроде да. Вроде да. Ну да. Свои люди. Ну, там долго все получилось, как обычно. Кто такой еще? Да, вот это кто такой? Никаких удостоверений не представляет. Никаких удостоверений не представляет. Не удостоверений ничего. Озвучьте фамилию. Фамилию озвучьте. Развучить. А вы почему? Доверенность покажите, кто вы такой. Э! Доверенность покажи! Э! И это сразу бежать. И это сразу бежать. И это сразу бежать. Не надо, не надо. Не перебачивайся. А что не перебачивайся? Что тебя увидят? Как вы знали? Не все посмотрели. Доверенность покажите. Сошел не в полицию. Мiderman. Это свое доверие. Согласна. 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 А его до куда? Да потому что. Как ведешь себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпустите, не за что! Что делаете? Я буду стоять, что вы не делаете, вы избиваетесь! Людей вяжут, не за что! Ни за что они его забрали? Ни за что! Вы в прямом эфире скажите, что вам говорили! Вас люди смотрят, скажите людям! Что происходит? Почему не представились, не объяснили права? В разную часть уходим, граждане! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпустите ни за что заключенных! Позор! Позорники! Позорники! Ну вот вы сами все посмотрели. В конечном итоге ребят все-таки сцапали, посадили в машину и везли в неизвестном направлении. Без составления каких-либо документов. Без привлечения каких-либо понятых. Вообще-то на юридическом языке это называется похищением людей. И не важно, что этим занимались сотрудники полиции. Но, к сожалению, мы живем в такой стране, где закон это кистень, как сказал, да, небезызвестный персонаж, небезызвестного места встречи изменить нельзя, который можно подмять под себя как угодно, и это печально. Ну что, я нас всех поздравляю, вы хотите жить в такой России. Это была реальная журналистика, все, пока. Пока!